Программа «Тайтл-1. Что это такое?» Программа «Тайтл-1» является крупнейшей федеральной программой в Америке по оказанию помощи в области образования. Фонды этой программы используются для оказания дополнительной поддержки по чтению математики. Требования программы «Тайтл-1а». Ежегодный пересмотр. Школы, в которых есть программа «Тайтл-1», должны ежегодно пересматривать свой план и проводить опрос мнения семей. Учебная программа и преподавание. Учебная программа в этом году называется «Фовард». Все учащиеся проходят обучение как в общем классе, так и по малым группам в соответствии с целями, поставленными для уровня их класса. Учащийся, которым нужна помощь по чтению, получает дополнительные 30 минут обучения чтению в небольших группах по 4-5 человек. Проверочные работы и мониторинг. Наша школа использует проверочные работы под названием «Смартер-баланс-недридинг-инвентури» для учащихся с 3 по 5 классы. Проверочная работа под названием «Основы чтения» проводится для учеников 2-х классов. Проверочная под названием «Диблс» дается для детского сада и 1-х классов. Преподаватели сообщают о результатах проверки и требованиях к знаниям учеников их класса. Процесс идентификации для получения помощи по чтению в программе «Тайтл-1». Проверочные по основам чтения и инвентаризации чтения проводятся 3 раза в год. Для учеников от детского сада до 1-х классов проверочная «Диблс» дается 2 раза в год. Кому нужна помощь, получат дополнительное обучение в программе «Тайтл-1». Право родителей. Родители могут обратиться с просьбой о проверке квалификации учителя. Родители могут обратиться с просьбой о встрече с персоналом. Родители могут участвовать в принятии решений, касающихся их детей. Родители могут принимать участие в школьных мероприятиях. Родители могут пересмотреть учебный план программы, высказать свои предложения. В этом учебном году каждая школа вышла для вашего пересмотра документ об участии родителей и соглашения с родителем, учителем, учеником. Стратегия об участии родителей. Это документ, в котором перечисляются различные способы участия родителей в обучении. Соглашение с родителем, учителем, учеником. Здесь излагается порядок того, как каждый участник может поддерживать учеников. Контакты. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с координатором программы «Тайтал-1» в вашей школе. Вот так вот, отлично. Вот так вот. Продолжение следует...